здравствуйте вы на канале герасима корнева 4 декабря река днепр одна из крупнейших рек европе несет свои воды в черное море я нахожусь сейчас на берегу до противоположного берега с этой точки от четырех до четырех с половиной километров дело в том что днепр поворачивает делает поворот поэтому того берега до противоположного где-то порядка такое расстояние по-прежнему невзирая на то что она начинается ледостав идет добыча песка ребята работают с правой стороны тянется гора знаменитое село триполье остров изначально до того как была залита эта территория водой и создана таневское водохранилище очертания реки днепр проходили непосредственно днепр да дальше то было заливные земли как бы называется старик а днепр проходил вот справа у остров в пределах этого острова может чуть ближе было и с этой стороны вот плавни приблизительно до этих плавней и вот дальше еще и один остров покажу это тоже как бы старые очертания реки днепр но связи с тем что в конце семидесятых начало восьмидесятых было создано построенная каневская плотина подняли воду заковали берега в бетон и получилось такое море одной из морей на реке днепр такие пейзажи сзади находится город энергетика украинка днепре по-прежнему вылавливается рыба рыбаки оборудовали места вдоль дамбы или забетонной вот приблизительно так выглядит картинка достаточно интересная он и до сих пор он рыбаки даже на лодках ездят пытаются поймать какую-то рыбу сейчас подойдем острову я помню эти места когда еще не было здесь море были заливные луга аж туда до самого того берега полностью были луга вот этот остров сейчас я покажу значит на нем вот сейчас я покажу сейчас дойду вот остров впереди этот остров был абсолютно голый не было на нем деревьев песок был до того чистый проводя рукой по песку я помню мне было семь лет он пищал сейчас естественно остров зарос с деревьями порядка наверно метров по двадцать ни о каком песке может быть и речи даже такая зимняя зарисовочка по мере удаления от поворота днепра естественное расстояние между соседним берегом сокращается уменьшается оборудованы специальные такие пристани пирс и причалы летом паркуются лодки вот приблизительно выглядит так картинка одной из самых крупных рек в европе днепр на сегодня это тканевское водохранилище не забываем подписываться на мой канал успеха вам удачи счастья и здоровья